Секунд десять больше Вот пожалуйста Андрей Васильевич меня встретили Продолжаем дальше двигаться По Екатеринбургу Следуем куда-то на дачу Международный Волт бизнес центр Улица Куйбышева Бизнес центра Негин С правой стороны здание Сбербанка Центральное отделение Частная лавочка Одно из первых зданий Которые построили Еще приростили Болгары строили Их конечно в итоге швырнули С оплатой Собрались и уехали Вот приехали на встречу К Александру Можешь привет передать Всем привет Всем привет О как огурец Улыбка Все нормально Как всегда Град Екатеринбург Май месяц 18 года 18 мая 18 значит Думаю значит Самые главные устройства Живы И система Иди сюда Надо вот Вот тебе ручкой полосать Все прекрасно В ролике это будет смотреться Так ну что Давно мы мечтали Собирались Вот настал Сей момент Я приехал В Екатеринбург Специально в гости К Наталье Так Наташа Представься Кто ты Что ты Кем ты работаешь Циклевская Наталья Николаевна Работу в военном госпитале До сих пор Когда я вернулась В Афганистан Меня направили сначала В КГБ Хорошее место было Где я работала Начинала после Афганистана Свою трудовую деятельность По психологическому отбору Кандидатов для работы И для учебы в КГБ А потом перевелась В госпитале Где работаю 29 лет уже На боевом посту Ясно Стаж Достаточно Наталья является Как и я Участником слета Саламбача Ну и Скажем так В этих рамках Мы пытаемся делать Видео В данный момент Я хочу просто Рассказать О роли Девушек Медиков В авганской войне Вот сейчас Хотим и поговорить На эту тему Так Наташа Давай Сначала В каком году Ты окончила школу Где Какое учебное заведение После школы закончила Как ты попала В медицину Такой вопрос Когда я закончила школу Я в 61 году поступила В 61 году Это очень рано Это рано? Почему рано? Я родилась в 54 В 54 Да Плюс 7 лет В 61 Я пошла в первый класс Ну а говоришь Поступила Я же почему Попрали Да Училась я Ну у нас была такая школа Маленькая и небольшая В городе В Екатеринбурге Ну Частный поселок Такой там Частные дома Сектор Закончила В 8 классов Ну раньше было же попроще Вот Решали как-то Дети сами Могли забрать документы Что-то Я всегда мечтала Быть медсестрой Вот сколько себя помню По-моему Чуть и не с рождения Играла Куклы У меня больница Всякие приспособления И всегда И никогда не хотела Почему-то быть врачом Вот именно медсестрой Что Рядом быть с больными Врачи Не так часто Видят больных Как мы Поэтому Когда 8 классов Я закончила Я забрала Документы Отдала В медучилище И у меня Мама с папой Родители Узнали Об этом Конечно Когда я уже Задала экзамены В медучилище И как это По факту По окончании Училища Ну тоже было Раньше Конечно попроще Нас Распределяли Распределяли С артистами С актерами С актерами Приезжают Допустим Сюда На гастроли И у них Сначала Проходит Какой-то курс Адаптации Адаптации Лечения Там на связке На что-то Мне очень Нравилось Но было Тяжко Потом Я вышла Когда Замуж Хоть Училище Сразу Но раньше Так и было 18 лет Мы Выскакивали Замуж Вот Жили На частной Квартире Потом Мы с мужем Разошлись Остались На частной Квартире С дочерью С Оксаной Работал Везде Где только Можно Оксаночка У меня Я выросла На посту Потому что Садик Был Напротив В больнице Прямо И Обычно Если я На смене На дежурство Не звонил Сторож Девочку Не забыли Поэтому Я Шли туда Или Кто-то Из больных Или я Сразу Ее на пост Ну Знали Прекрасно Уже Я дежурю Значит Два кресла Сдвигали Это была Постилька Готова Уже Дитё рядом Дитё рядом Утром Она уже В 6 утра Градусники Разносит Вот она У меня Так И выросла Со мной На посту Затем Наступили Ну как бы Вот Тяжелые Времена Пришлось Работать Везде Где только Можно было Подрабатывать Чтобы содержать Вот снимали Жильё И в один Прекрасный Момент Просто Наступил Такой момент Я работала В исполкоме Меня пригласили В исполком Пообещав Что через Два месяца Мне предоставят Комнату Ну Это было Решающим Фактором Конечно Оставила Медицину Ушла В исполком И действительно Через два месяца Мы уже Нас перевезли А раньше В исполком Была Это Милиция Наряд милиции Специальный Вот При исполкомах И поэтому Когда мне дали Помноту Сразу Расскажение Председателя Быстро Её С частной Квартиры Забрать И перевезти Через два часа Я была В своей комнате Естественно Вещей Была Детя Батан Да Какие-то вещи Конечно Вещей нет Самое главное Что Дочь Я взяла В охапку То что было И нас Через два часа Это было Такое Счастье Естественно Своя Своя комната Это потом Четырехкомнатная квартира Там жили Ну Всякие люди Хотя Больше всего Воспоминаний Действительно О коммуналке У меня до сих пор И дочь Собина Всегда Коммуналка Потому что Там происходили Конечно Невероятные Иногда Вещи Но Это жизнь Это Затем Меня Сейчас Я улучшила Условия Опять же Меня В трехкомнатную Это же Самый С полком Затем А у нас В медицине Пять лет Не работаешь И Дисклификация Естественно Я Допустить Не могла Я ушла С полкома Снова В больницу И начались Опять же Те же Трудные Времена Потому что Ну действительно У нас Медицина К сожалению В таком Мы всю жизнь Получали Так Давай теперь Так В каком году Ты попала Уже конкретно В Афганистан Вот мне скажи Вот Как раз В больницу Когда я ушла Там Много Трудностей Начались И я просто Была в таком Состоянии Что Ну Со мной разговаривать Вот как сейчас Вообще Невозможно было Слово говоришь Я в слезы Слово говоришь Я в слезы Потому что Ну Дочь Воспитывать И у меня Приехал Знакомый Он с семьей Был В Афганистане Это был 86 Год И Вот так же Сидели Я Слово Не могла Сказать Спокойно Всегда Ревела Так Не понял Что это Так Значит Нужно Сменить Обстановку Нужно Что-то Решать Потому что Неизвестно Чем Это Может Закончиться А он Вот как раз Советником Там Вместе С женой С ребенком Был Говорит Давай Пока Мы Там Все Так Легче И Поэтому Меня Сразу 86 Год Меня Сразу Оформили Быстро Быстро Единственная Райком Партия Меня Долго Не пропускал Говорит Что Ну Дочь 13 Лет Как Можно Дочь Оставить Здесь Уехать Ну Я Приняла Решение Я Говорю Неизвестно Как Лучше Будет Абсолютно Не Не И В 86 Году Я Уехала И Кстати До Отъезда Нас Было В Орентомате Мы Познакомились Когда А Пришла В Орентомат Интересная История Тоже В Орентомат Когда Пришла Стоит Учеред На Оформление Передо мной Все Идут Значит Только Не В Афганистан Германия Там Хоть Куда Оформляются Подходит Моя Учеред Я Подхожу Я Говорю Мне Только Афганистан Больше Никуда Такой Стопор Говорит Подождите Вы Не Ошиблись Я Нет Я Не Ошибаюсь Я Никуда Говорит Да Вот Есть Вроде Вакантные Места Медсестер Чехословакия Была Германия Была Я Говорю Нет Я Только В Афганистан И Мы Как раз Там В 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 Чехословак А Я Жила В 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 было жили все у меня потому что мне постоянно и немножко корректировали что с собой взять что там понадобится как бы было для людей полезно ничего не знал что то в то время никакой информации не знали мы выискивали хотели библиотеку и хоть что-нибудь прочитать 86 год никакой информации еще не было и поэтому мы находились у меня ели сплошные курочки у нас покупали кур противень заталкивали потому что нам некогда было мы убегали по магазинам закупались там николай николай позвонил сказал вот кипятение понадобится допустим то 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 что но сразу раз позвонил мы убегали сразу по магазинам а перед объездом значит уже все готовы и значит звонок ну все встречать будет я внука погода да нормально чуть-чуть прохладненько 55 градусов у нас такой у всех стопор я девочка громкая связь и они говорят подожди 55 чего тепла наверно и мы так и улетели все шесть человек на пересылке тоже вместе были потом только нас вот раскидала по всему афганистану так как я была в мобильной бригаде я летал по всему афганистану когда мне спрашивают где ты была спросите где я не была вот и мы в принципе все там контактировали встречались так дорогу расскажу пересылка где было пересылка в ташкенте ташкенте самолетом до ташкента до пересылки мы ждали значит с отправлением кого куда нам уже там предписание выдавали и за нами приезжали но у меня предписание было в полтинник до полтинник но меня перехватил инфекционный госпиталь сразу перехватил если везде коробку дрому подъезжают и мимо а полтинник на аэродроме вот доезжают мимо и вы подождите я приехала уже нет нам такие тоже нужно у нас не хватает кадров вот так я в инфекционный госпитале попала в такой в мобильную бригаду вот мы летали на вспышки по точкам ребят снимали где вспышка туда нас отправляли новые имеются ввиду вспышки инфекционных заболеваний я тут немножко буду корректировать чтобы было понятно в общем война войной но самое страшное дело было вот у нас в автобате допустим почти 50 процентов личного состава летом отсутствовало это такие болезни экзотические что не дай бог это и тип и желтуха и малярии все страшное дело пили мы верблюжью колючку когда в батальоне были ну естественно когда в рейсе фляжка у тебя дается одна она израсходуется очень быстро и потом просто начинали вплоть до того что и у местного населения и на расходу забирали выживать надо было как от этого от всего что такое инфекционное заболевание если тряпку в солярку опускаешь бросаешь на землю и банку тушенки прокалываешь ставишь она вся черная берешь банку ешь воды нету помыться руки помыть вот отсюда и все инфекции потому что антисанитария была ужасная в рейсах так это вообще вот девочки как раз занимались лечением таких больных ну кроме этого у нас еще была обязанность это же был советский времена советского союза оказание безвозмездной помощи мирному афганскому населению нас отметкой что провели это ну вот это самое видимо страшные еще такие моменты да мы по кишлакам уезжали с нами обязательно сопровождающие но нам же оружие не положено поэтому мне вот моя первая командировка заполнилась вообще на всю жизнь потому что во первых она первая расскажи до 1 а там ну молодые парни в офицеры ведь тоже им хочется и пошутить и все по приколу нам не сказали как правильно одеться начнем с этого и мы значит полетели в командировку нам нужно было в поле кумури но сначала мы должны были до кундуза на самолете и там ждем посадки вертолеты полетели все в сарафанчик платьишко что такое в платьишко на аэродроме где где крутят платьишки все у всех но раз жарко ведь кстати вот южные такие все нации они же наоборот когда жарко не что делать одеваются а мы же это я не знаю мы наоборот раздеваемся у нас значит ну считай мало того когда прилетели летели там было уже 60 с лишним градусов и писать что такое мы в платьишках всем горели естественно мало того на самолете когда у нас значит все время так и говорили ну вы чита это я была все время потому что я всегда куда-то уходила а вот сопровождающий прапорщик с нами один с оружием а мы при нем нас пять человек полетели как всегда задержка зарплаты не только здесь и на войне нам не выдали зарплату вы придете в госпиталь вас там на форме мы значит в кундуз прилетели когда естественно сидели пока заговорились там чтобы нам взяли на борт лишь пять женщин взять на борт 5 девчонок это же криминал это как на корабль женщин и никого как мы не могли с кундуза улететь а кушать хочется а там летчики стоят рядом часть мы пошли у нас вот там я не знаю что было у нас не туда почему-то не пустили но раз не пустили мы вдвоем с подружки ушли ну ушли пошли по дороге и пошли приходим как потом мы только узнали что-то мы к духам пришли нас там накормили нам дали фруктов нас нагрузили вот так сказали приводите всех сюда всех на а нас уже там разыскивают когда мы появились у прапорщика казалось что ему все такой вопрос развали а разговаривали как я закидывает разды разговор идет чисто понимали друг друга они же тонна сна это у них пробегать некоторые слова русские ну 86 год то если восемьдесят втором уже бача кричал шурови царапу а 86 как бы уже и у них же врачи было и в дуканах и везде престижно иметь хотя бы одного русского русского ну не русскоговорящего русскоговорящего это для них поэтому общались нормально пришли когда с фруктами конечно нашего пращика чуть не парализовала вы вообще понимаете что-то на чем понимаем мы первый раз нет ничего не понимаем вот и потом но зато это был такой знаешь спродвинула нас срочно на вертолет от греха подальше от греха подальше потому что не дай бог еще сюда вот и ну у нас не закончилась но это ничего нам значит немножечко не повезло попали мы перекрестный огонь что такое перекрестный огонь тебе объяснять не надо вертушка попадая там значит выбрасывают всех парашюта почему карел выбрасывают потому что мы парашюты никогда в глаза не видели и поэтому когда зашел там 19 лет пацан стрелок и сказать срочно одевать парашюты она в платьишко а мы еще этот парашют не видели ни разу но одевайте мы же не знаем как его одевать это было что-то а там лямки вниз надо продевать естественно кстати вкус а в кундузе нас спускали из самолета знаешь как не через пузо там такой люк и через пузо ну это просто по приколу им надо было брали нас за руки ну представляешь если я в сарафанчике в шифоновом которые вообще что есть что нет берут за руки вот так тебя опускают и этот сарафан у тебя завязывается ветер дуй 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 вот поэтому вообще пять женщин надеть парашют это и потом надо было быстро это же пока он держит вертолет вот и нас благополучно выкинули у меня когда спрашивают суши не страшно было прыгать и нет потому что первый раз я не прыгала я же не знала что-то такое кого я хочу не брать я не знаю если выкинули выкинули но тоже вот опять же повезло нас выкинули и он ушел увел огонь также если подстреливая попадает перекрестный и если попадает вертолет уже переворачивается там смысл вот быстро выносить нас потому что вниз и если ты не успеешь тебя все равно до затягивает и поэтому когда нас выпустили приземлились посмотрели кругом сутки и ну что такое пыль это каждый знает кто был не больше ничего куда идти прапорщик конечно бедный он с нами конечно посидел сначала в кундузе посидел потом здесь приземлились неизвестно куда так наташа давай сейчас прервемся чуть-чуть до камеры так наташа мы останавливались на том что вас выкинули вы приземлились прапорщик посидел хочу маленькое отступление сделать пожалуйста если помнишь назови кто был с тобой девчата хотя бы фамилии имена откуда кто вдруг вот так вот кто-то увидит не назовешь но естественно столько лет прошло в случае такой если кто-то услышит за это естественно не вспомнил рассказывает пыль приземлились ничего нету дальше ничего нет и опять же нам повезло в этот момент шоуазик со штаба в штаб штабисты ездили они в кулихумле как раз были по своим делам и куда-то ехали они конечно были тоже в шоке когда посреди сопок посреди пустоты стоит пять девчонок в платьишко в юбочках и один прапорщик с суржем конечно у них тоже никогда выходят а там как раз его три полковника и подполковник они вышли это надо было видеть их выражение лица они говорят вы откуда оттуда да вы чё тут же расположение духов вот за сопкой мы говорим а что вы куда мы в госпиталь приехали госпиталь госпиталь в другой стороне и вот они нас ну нас считает пять девчонок прапорщик 6 значит тоже двое остались а этот нас перевозил два заезда перевезли нас в госпиталь в кулихумри вот это была первая командировка она конечно закончилась потом то мы уже знали что нужно соответственно одеться хотя бы да 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 картина масла да вот и очень такой тоже вот сейчас смотрю ты знаешь на солдат я до сих пор с солдатами работаю все сегодня кстати с ночной смены от этих бандюганов пришла вот ты знаешь до чего не изменились или ребят там делала обстановка и сама вот ну наташа я хочу сказать на эту тему мы были немножко другими тогда нас все таки советский союз делал у нас было какое-то патриотическое воспитание с нами занимались нвп мы как-то более подготовленные были допустим вот мы были сельской местности нам как-то было легче чем городским ну и немножко другими мы были сейчас я тоже замечаю это дело что молодежь вот я посмотрю 18-19 лет он дитё вообще а как же мы 18-19 лет такие вещи выполняли такие задачи выполняли это одно ну скажу тут же другое работаю по вахтам попадается 28-летний парнишка резчик и смотрю в телефоне смотрят фотографии а вижу фотографии из Донбасса на танках сидят там в современной амуниции все и а чего он 8 месяцев отвоевал а как ты туда попал ну у меня воспитание такое не могу терпеть сидеть на месте когда где-то несправедливость творится добровольца пошел отвоевал в Донецком аэропорту два месяца воевал в общей сложности 8 месяцев от был и вот я с ним разговаривал нормальный парень и был такой момент нам деньги давали наличными а он уезжал домой и проблема была кого-то найти чтобы деньги отослали домой я ему что-то около 150 тысяч Володя на он с этого под Тюменью Тобольск я Володя он без проблем давай номер карточки куда отправить чего потом многие мне у виска пальцем крутили что как это так ты пацану отдал денег ты чего вообще больно я говорю так я знаю кому я дачу его переживать и все приходит потом СССР дядя Гена все нет так есть конечно есть хорошие все понятно но просто вот правильно ты сказала воспитание было патриотическое другое вот мы как раз я вот сейчас солдаты вот вчера проводила я каждую смену мы проводим с ними занятия по ВНП это обязательно у нас процедур стоят что-то хихикают что-то да на черта нам это надо я говорю мальчики вот у нас сегодня пол пятого тревога будет я говорю вы знаете вы должны в этот да почему мы должны я говорю господи ну как это так я говорю ведь занятия по ВНП я говорю не для галочки я говорю а представляете вы ощутитесь в какой-то ситуации да просто даже на улице просто дома кому-то помощь понадобится элементарную помощь должны оказывать умнеть и вот там просто или я там моложе конечно была чё говорить но мы до того доверяли там ребятам вот мы вот я случай один расскажу мы значит была у нас командировка опять оказание этому мирному афганскому населению медицин безвозмездной медицинской помощи что такое мирное афганское население сам понимаешь ты никогда не знаешь кто из них мирный а кто не мирный они все да и поэтому с нами всегда был переводчик переводчик обязательно к гибис особистов ну да охрана все ну допустим ехали на бтр приезжаем нас инструктировали чисто тоже только так вы должны одно усвоить как только мы вам говорит уходим бросаем все уже уходим мы потом уже знали тоже старались значит для приема больных знаешь открытую местность обстелили они ковры они же такие гостеприимные очень вот ковры все и мы больных обычно обслуживали вот на местности на такой и вдруг один раз значит нас подготовили комнату ну знаешь какие-то соты ведь домики да и у них как бы окно следующего дома выходит на крышу предыдущего вот таким образом вход нам значит на третьем этаже на третьем этаже если мы все время на чистом поле были но отказаться мы же не можем показать чтобы вода что мы боимся ли что-то на девчонки давать единственном переводчики девчонки будьте внимательны как только скажем уходим все бросаем и уходим хорошо а вход на третий этаж там значит узкий такой знаешь просто один человек может только подняться и вот весь этот проход забит больными а больные страшно только в книжках такой смотрели вообще такие заболевания вот это значит фильм какой-то вспоминаю все время вот когда ползли всякие увечные все ползков все вот там точно такие же и вот этот весь вход такой он подъем на третий этаж весь был забит вот такими больными и когда нам сказали уходим мы значит сначала сюда уходить уже все мы здесь все забито а боевики уже посадили с оружием на крыше предыдущего здания окно окно заблокировано у нас оставалось одно окно где стояли наши бтр и так как они обычно с нами были ребята в охране а здесь они не могли и бтр и внизу и мы зачастую что у нас выхода нет сказали уходим на часу будет мы встаем третий этаж встаем на подоконник это я просто к чему до чего мы доверяли мы не думали мы встали на окно она подоконник внизу ребята уже сообразили все девчонок нужно ловить они растягивают плащ палатку что-то и мы туда прыгаем мы даже не думали просто потому что мы знали что они нас поймают вот до чего было были вот такие мальчишки которые но не знали что мы не могли без них обойтись и вот представьте уже картина репина мы значит в халатиках шапочках беленьких верхом на бтере не когда мы куда-то вниз и что мы только успели на него потому что все так заблокированы уже и вот в таком виде мы представляешь вылетаем в этот кишлак там у них а мы же законопослушные граждане а нам сказали каждый выезд кишлак мы должны были обязательно читаться в райкоме партии этого вот населенного пункта куда мы приехали мы обязаны это сделать несёмся у нас два бтр и верхом девочки в халатик в это крайком у партии крайком у партии подъезжаем а там за счет музыка барабаны стоит формах кто-то дом господи опять куда-то не туда вылезли а это оказывается нас встречают и нас встретили мы значит зашли в райком партии кстати у меня здесь грамоты есть меня наградили вот они там как в райкоме партии как раз и мы туда зашли посадили нас в холи и наши зачастую переводчики все пошли значит ну разбираться делам делать возвращаются печальные взгляд потуплены что случилось девчонки нас на банкет приглашают вы не представляете с третьего этажа выпрыгнули а банкет будет в подземелье там бункер у них все стоят но мы же опять крайком партии уже не можем показать чтобы а у нас еще был такой ребята все остались а их начальник с нами пошел такой объемники полненький он все время для чего вы боитесь для чего боитесь девчонки все нормально все нормально и вдруг начать его заграживают эти которые все нормально и он снимает а он в бронежилете был мы в халатах а он в бронежилете и нас все успокаивало что что вы боитесь мы в халатах у нас ничего больше а он броник снял потому что вроде как там это неудобно спустились в этот бункер он вообще ты знаешь там я не знаю сколько наверно минуты ржан бат отручен было и все и здесь захлопнулась за нами мы сели за стоп хороший стоп а здесь вот ну слава богу все благополучно нас как раз там грамоты вручили пение а выходим потом оттуда ты не представляешь какое было облегчение когда мы увидели белый свет нам казалось это вот счастье счастье да выходим а там нам пионеры эти газки завязывать галстуки а нам уже без разницы что нам повяжут чего нам это думаю скорее бы нам вот сесть и уехать и добраться до своей заразки это наш инфекционный госпиталь звали заразкой я хочу уточнить на слете я встретился с натальей к ней приехала ее коллега по авганистану гюзелечка с татарии с татарстана я знаком с ними а перед этим я познакомился с семьей алексей и александра митины со ставрополья они служили с ними александра башки рачка она лаборантом служила алексей в то время там служил дизелистом светом управлял но и был случай тяжелый александру хотели обидеть алексей вот на эту тему какие солдаты были он попал туда и она как бы шепнула ему на ухо спаси меня и он спас хотя в него стрелялись пистолета за это и он несмотря на это спас ее и так они познакомились живут уже столько лет воспитали сына и вот я познакомился когда встретился с натальей юзелью и разговаривались я так у меня есть знакомые они созвонились да действительно они вместе служили так что три алексей 4 4 человека я уже знаю кто служил в инфекционном госпитале кабула сколько времени пробыла ты там два года шесть месяцев ну как раз мы попали под вывод поэтому нам замену не присылали нам пришлось наверно немножко задержаться так обычно два года должны задержались и вот до вывода 89 год так еще объясни сейчас есть интернет есть связь с кем ты сейчас поддерживаешь отношения своих ой благодаря интернет и вообще великое дело сейчас интернет потому что можно разыскать всех я разыскала многие вот сейчас мы у меня и новосибирске вы допустим бондаренко светлана мы с ней в одной комнате жили вообще в одной комнате а вот все похождения всякие это все вместе было у нас пройдено вот сейчас мы с ней тоже общаемся ну вообще многих я нашла ноги по интернету мы все общаемся не знаю я вот сейчас всех пригласила всех пригласила ну смотря кто приедет вот в бузову конечно хотелось бы всем встретиться потому что это такое место как раз где вот как раз можно встретиться всем время пришло встречаться и не только медикам девчонкам но и нам к сожалению мы не молодеем очень много ребят уходит светлая память память чтится в бузулуке на слете там отдельная атмосфера там сам дух какой-то присутствует вот не зря когда организатор на и полковник тряс свой комбинезон пограничный с афганской пылью там видимо пыль это дала то что должна дать там сам дух этого там встречи слезы там радость там такой позитив этот слет будет юбилейный с 8 по 12 августа уже полностью расписана программа уделено время уже официально бессмертному полку программа очень обширная так что хватит времени на общение и на встречи на все остальное ну еще немножко скажи оттуда ты прилетела что было с тобой дальше что было с твоей дочерью что дал тебе афганистан как дальше пошла твоя жизнь ну конечно во первых я прилетел совершенно другим человеком это естественно более закаленным более устойчивым и я не боюсь сказать я сделала все в жизни мне в принципе удалось если я уезжала на таком ну плохом состоянии морально-психологическом то вернулась ты знаешь мне кажется меня сейчас не утопишь у меня даже есть вырезки из газет я очень много я возглавила во первых организацию председателя городского союза метроботика ветерана войны в афганистане города екатеринбурга и я собрала всех под свое крыло потому что у нас ну почему-то так получилось нас не взяли к себе военнослужащим ну вот был такой руководитель который сказал так мне женщин близко не надо ну видимо вот обида какая-то не надо не надо я вызывал свой собрала нас было 180 человек но я секунду хочу уточнить если считается что на войне служили солдаты и офицеры вот пожалуйста только сейчас мы услышали цифру с екатеринбурга ну наверное и окрестности есть или только у меня екатеринбург только вот с екатеринбурга наталья собрала в эту организацию 180 человек вот и считайте сколько это девчак вот таких со всей страны сколько прошло через афганистан да и кстати вот у нас же только и в екатеринбурге и в других лишь лежащих городах у нас тоже есть и погибший вот поэтому очень обидно когда вспоминают они а у нас были тоже девчонки такие же которые погибли и в афганистане я уж не ну как бы организован бессмертный полк в рамках слета саламбача ну я являюсь как бы его организатором там и сразу было оговорено бессмертный полк не только погибших в афганистане во первых он берет все локальные конфликты это раз во вторые во вторых умершие после войны когда люди умирали от ран в 30 40 лет сейчас 50 лет уходят это тоже как бы отголоски войны и поэтому мы не делим погибшие умершие все участвуют в бессмертном полку это наша память поэтому разделение нету конечно там ноги же переболели те же вот мы же в эпицентре были вот выезжали на всякие вот тиф малярия вот многие перевалили естественно они когда вернулись это вот все сказалось ли их здоровье поэтому когда даже здесь умирали умершие действительно это отголоски войны идут отголоски войны психологическая травма тоже немаловажная все таки воды молодые это были солдатики 18 20 21 офицеры боевые наши они для нас были офицерами отцами командирами они были на три на два года там как бы считалось его час допустим командир роты замполит который для меня тогда был да он дядей был а сейчас мы общаемся господи мы почти ровесники он там на три года старше меня возраст сравнялся вот и поэтому когда я вернулась я уже такая была боевая как у меня в газете есть статья там что боевая бабушка боевая бабушка у меня внук он ты знаешь макса он до сих пор что бы ни произошло все да ничего не может там же бабушка да помню как нас люди успокаивал тебя Наташа Макс ты знаешь ничего не случится нет сейчас уезжай все да отвезу я сейчас он придет все ну бабушка есть бабушка что тут делать конечно вот мы были не подготовлены и мы ничего не знали как правильно что мы думали что вот ну мы поехали значит все будет правильно сделано я имею ввиду документально допустим нам никто не подсказал если бы мы хотя бы оформились передовыми или сержантами да мы его имели льготы как все льготы имели все а у нас получилось у нас ничего ведь нет никаких льгот как будто нас вообще там не было потому что даже когда ты знаешь сначала я была представлена к БЗ у меня есть где-то мне сказал сказали найти вот эту описку мне значит резолюция женщинам БЗ не даем да как же женщинам не даем если школьница получала медаль за боевые заслуги вот я тебе говорю то что это хорошо переделали это было перед самым выводом и поэтому переделали значит переделали за трудовую доблесть медаль я ее не получила до сих пор тридцать лет на следующий год тридцатилетия прихожу в этом мне сказали так перед выводом получите приедете домой получите военкомате прихожу военкомат стоять целый полковник на меня смотришь сверху вниз и говорит так не справку принесите на каждого вынесенного больного на каждый вылет кишлаки командировки то есть это ж если бы я знала что это надо я бы мы же не знаем что это нужно контролировать это как бы само собой должно где-то быть это же должно фиксироваться и поэтому ты знаешь когда я пришла оформлять мне надо было ветерана труда сделать ну хоть какие то льготы у нас кстати льготы четыре знаешь какие хочу похохотать внеочередной установкой телефона домашнего это вообще не актуальная тема потом значит в первую значит внеочередное вступление в садоводческие кому они нужны у нас девочки все женщины почти одинок и этой никто нас не принимает отпуск значит по твоему желанию по твоему желанию но на усмотрение администрации нормально вот и знаешь еще какая льгота ну да вообще я очень курнова когда была на приеме в москве они там хокотали долгую курню я значит приехала вот как раз на прием там была в Руси Русь там реабилитационный центр и значит вот им рассказываю рассказываю я говорю да вы представляете у нас какая льгота сейчас добавили льготу вот к этому к телефону к саду огороду и отпуску значит добавили две льготы ну потом и забрали было как получено значит посещение бесплатно посещение бани второго разряда нормально а что такое первого разряда слушай и мы у меня тут рядом есть на крыло баня очень хорошая я поэтому собрание проводила я обычно только обзванив мероприятия какие-нибудь девчонка я говорю девочки собираемся в бане вот бесплатно бесплатно а мы как раз в баню сходили успели два раза бесплатно и как раз уезжала я в Русь туда еще одна льгота бесплатно посещение зоопарка а я все я была у Чапурнова когда я уедоварила я говорю вы знаете без предоставления клетки не ну не ну какая-то льгота я не 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 а и пока я в Руси была приезжаю оттуда значит и значит звоню девчонками девочки собираемся в бане приходим в баню такие счастливые приходим а там стоит такая уборщица с ведром со швабой как-то с винтовкой и вот я как где-то такое выражение я забыла а все вам отменили и вот довольная такая довольная вот ну хорошо у нас там у меня заведующая как бы она у нас уже знала как бы ну чисто по-человечески она говорит слушайте допустите его в баню у меня съемка идет извини попозже созвонимся вот а мы в баню естественно пришли без денег ну за ни в чем нам деньги в баню и мы так стоим и что нам делать тот заведующий выходит слушай ну пусти его в баню вот все представляешь это какие льготы у нас были и когда я пришла в соцзащиту решила ветерану трудах хоть сделать ну хоть что-нибудь приношу с чувством исполненного долга приношу все свои награды вот там награды эти потом у меня есть грамоты верховного совета у меня вот одна грамота у верховного совета вот сидит такая железобетонная мадам ну там как будто специально подбирают они же такие неприступные и мне так вычеркиваем 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 так все мои награды все это забирайте будете будете своим потомкам показывать в архив семейный представляешь вот с таким у меня внутри не объясните пожалуйста почему она значит вы не видите какая здесь а чья здесь подпись я увижу горбачев шеварнадзе а что нельзя сейчас другие времена а печать видите союз советских социалистических республики вы подождите я говорю а сталин вас сейчас уже устраивает это почему шеварнадзе нет ладно а у меня особенно первое время ты знаешь у меня всегда обида кипела я каждые два года пыталась что-то сделать успокоюсь смотрю кого-то награждает какие-то у нас даже на работе санитарка гражданская вот здесь она нигде не была за трудовой доблесть медаль дает я сижу у меня опять внутри вот так все закипит я опять иду чего-то добиваться меня опять там как говорится ниже плинтуса я опять у меня слезы обиды опять ухожу на год на два забываю а оказывается вот почему я тебе сейчас скажу мне объяснили вот эти грамоты вот вот она вот грамоты верховного совета ссср воину интернационалисту все это хорошо мне сказали так замужество воинскую доблесть провели при выполнении национального в республике Афганистан указан таким-то как воину интернационалисту это категория не подходит под ветерана труда там нужно чтобы указание было за труд понимаешь одного слова не хватает послушай секунду меня когда я узнал что вот эта грамота дает я узнал это мне в госпитале объяснили даже если ты не работал она тебе дает право получить ветерана труда подожди я в интернете это объясняю у меня есть люди которые меня ловят на каждом слове чтобы обвинить что я трепло и меня подкалывают вначале нужно документ какой-нибудь предоставить а потом говорить я перевернул весь интернет и в одном месте я нахожу герои советского союза туда сюда туда в общем что дает право на получение я прям забил что дает право внеочередного получения награды ветеран труда все это перечислено и в конце награды правительственные награды и в скобках грамоты от верховного совета СССР вот она и есть грамота нигде не указано труд не труд это грамота и тем не менее не дает по крайней мере это тебе не дал один человек вот именно он доколупался все она не права и все ну вот у нас в Екатеринбурге не дают ни мне ни одной я понимаю все они просто незаконно у тебя есть эта грамота и до лампочки труд или не труд вот там вот они прикопая сказали что должно быть почему я за эту за трудовую доблесть и медаль мне не ложат думаю ну дали бы мою мою медаль которую меня наградили в Афганистане я 30 лет не могу получить а ты не читала сайт не врученные награды нет не читала ты поищи там мне сказали мне объяснили опять же сказали что раньше был СССР сейчас нужно представление снова делать дополнительно ничего не нужно ну Гена я тебе говорю не я понимаю все я верю тебе я сам через это все прошел ну просто я чего хочу сказать одно Россия правоприемница СССР все этим все сказано я конечно себе я же тебе говорю меня не утопишь уже пусть я уверена я конечно себе ветерана труда сделала и девчонок научила и знаешь как я работала в исполкоме я значит пришла в исполком ну что-то разговаривала ну просто в гости девчонки мне говорят там говорят ой да у тебя наверное и льготы и то-то я говорю девочки не поверите у меня вообще ничего нет я буду в зоопарке баня все они говорят подожди а ветеран труда я говорю не дали ветерана я говорю мои награды им не подходят они значит говорят слушай там в соцзащите сейчас наша сидит вместе мы работали когда-то подойди прямо к заведующей мы позвоним а ты подойди к ней я значит прихожу и она мне говорит говорит да это не подходит нет указания труда вот за трудовую доблесть подходит вот я говорю и что делать она говорит ну я вам подскажу единственный выход из положения если вы были победителем соцсоревнования смешно значит победитель соцсоревнования дает право а правительственной награды нет я говорю верховный совет вас не устраивает я говорю слушайте я не знаю была я вот ты мне напомнила ну я понял ты была победитель соцсоревнования у тебя грамота и ты получила я отошла нет у меня просто запись в трудовой она говорит мы так внимательно читаем почитайте раньше были вам запись сделали даже не выдавали медали а только запись раньше не было это я значит внимательно в ночь на дежурство взяла трудовую попросила пришла в ночь на дежурство когда уложила всех больных спать по конькам села я каждый листочек каждую запись смотрю мама родная я была победителем запись восемьдесят седьмого года как раз я была в Афганистане я с чувством исполнила долго аксерила все документы взяла и к этой же которая у меня вот так вышвырнула я к ней прихожу такая вся уже спина распрямленная все на них положила перед ней я говорю будьте добры зарегистрируйте печать поставьте и позвоните к МТ можно будет подать и вышла как гордая даже не дождалась что она скажет нет просто документы все на следующий день звонок я думаю ну все опять сейчас скажу собирая рюкзак да я защиту потому что на следующий день представляешь время это она защитит подойдите в соцзащиту ну хорошо подхожу в соцзащиту захожу в кабинет она из стола достает я через десять минут вышли с удостоверением вот вот говорю официально перед кинокамерой я найду эту запись как я доказал недоброжелателям своим вот пожалуйста я скопировал и вот это написано грамота Верховного Совета дает полное право и там главное в конце понимаешь как написано 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 и в конце в скобочках грамота Верховного Совета то есть государственные награды последние и грамота Верховного Совета это государственная награда вот она дает право почему я говорю потому что я в теме знаю просто у вас тут немножко по-своему повернули по-своему да а я первопроходец как председатель союза я всегда пробую сама получаю а потом девчонкам всем рассказываю так Наталья спасибо тебе за интереснейший рассказ о песне закончим песни я услышал я услышал историю как Наталья сейчас она сама расскажет про песню пожалуйста это был 87 год я оттуда начала писать сюда уже и в газету и везде девчонки из союза написали что никаких любовь ничего вот ну ничего я потом в 87 году начала уже лоббировать сюда писала отправляла всякие статьи все и вот как раз там была написана песня про медсестер я ее отправила ее как раз здесь напечатали но сейчас она как говорится ее уже поют кстати в интернете случайно открыла хорошее опять дело интернет открыла страничку там песни песни Афганистана и там выступает молодой человек и говорит вот мне отец был в Афганистане там погиб и когда был в отпуске он привез оттуда песню он под гитару ее поет он говорит у нас девчонка медсестра написала ну сейчас говорит я ее пою его сын очень было конечно приятно услышать он говорит еще автора вот я ему написала автор найден проливай мы с ним сейчас переписываемся ну и наверное давай я запущу петь я не буду травмировать травмировать чьи то уши вот я ее люблю у меня даже когда встречи обычно встречи я провожу и в колледжах медицинских училищах везде встречи разговариваю с ними я всегда как бы в стихах ее просто всегда говорю это не просто нет это не просто решится работать в кабуле сейчас но вы на посту медицинские сестры и трудно представить Афганистан без вас все о вас знают ваши родители им не известно только одно сколько в жизни вы уже видели увидеть не всем суждено вас не увидишь в Москве или в Сочи с вами не встретишься в парках Москвы сами вчерашние девочки в общем вчерашних мальчишек спасаете вы и если прервутся мирные версты если случится где-то я знаю что то вы медицинские сестры придете на помощь везде и всегда целую руки женщина войны опять февраль афганцы соберутся и зазвучит сала зеленка дуб налиют постом всплакнут и посмеются и почему никто не вспомнит вслух среди воспоминаний горько звонки о тех спасавших их девчонках целую руки женщинам войны что хочу сказать замечательные слова хотелось бы услышать эту песню услышим вот пожалуйста нашелся автор все легко и просто так сейчас давай одень на себе пиджачок ставим напротив камеры ну и приветы передадим приветы всем нашим с встретимся с кем в узлуке ну здесь уже третий у нас кто хочет с нами встать в строй всем привет с вами были геннадий и наталья до встречи с